Здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем развивать свой компьютерный клуб. Поставил я дополнительный игровой автомат, вот такой вот радужный, вот здесь по правую стеночку. Что-то недолго он, честно говоря, играл. И, скорее всего, мы полностью это помещение заставим игровыми автоматами, как я и планирую. Затем мы поставим один стол с ноутбуком сюда, второй стол с ноутбуком сюда. И, скорее всего, будем уже арендовывать новое помещение, людей огромное количество, все толкаются. Не хватает, не хватает нам места. Я заработал где-то минут за пять, ну, скорее всего, за два часа игрового времени где-то полторы тысячи. Это неплохой результат, на самом деле, 12.37, как вы видите. На часах так, кушать никто не хочет. Дамочка, полегче! Что вы наделали? Блин, вы расстроили клиента, вы видели, что она себе позволяет? Так, сейчас, секундочку. Устанавливаем ноутбук обратно. Не знаю, почему так произошло, возможно, да, что-то нужно придумать. Она резко встает со стула и идет вот так вот напрямик, не обходя. К сожалению, искусственная интеллект здесь не очень. И вот таким вот образом мы получаем, блин, недовольных клиентов. Так, господин бомж, проваливайте отсюда, пока я не взялся за свою мощную бейсбольную битву. Вы же знаете, что может произойти. Здравствуйте, мадам. Еще и вор, они сейчас сговорятся между собой. Так, ну вор, похоже, не решился заходить, но его чуть ли не затолкали. Не затолкались сюда силой. Так, две тысячи у нас есть. Мы либо покупаем игры, либо продолжаем приобретать игровые автоматы. У нас вообще свободные места есть, то есть не такой большой поток людей. Так что, наверное, мы будем сейчас покупать игры. Вообще было бы неплохо купить все игры, чтобы общая наша оценка повысилась. И, соответственно, у нас была бы большая клиентская база. Так, ну, допустим, Star Wars купим. Да все, все, что можем купить. Все будем скупать. Все, по-моему, я все игры купил абсолютно. Да, теперь они должны хоть немножко повысить общую оценку. И, возможно, клиентов у нас будет больше. Как только у нас будет больше клиентов, мы сразу начнем устанавливать дополнительные игровые автоматы. И сразу... Давайте сразу закажем пару столов. Они не такие дорогие. Установим. Установим столы, пока есть чем заняться, в общем. Так, нет, это, пожалуйста, уберите. Потолочный вентилятор, кстати, можно поставить. Но не уверен, что сейчас стоит этим заниматься. Так, где у нас столы-то? Таблицы. Сколько там стол, который я покупал, стоит? 699. Может, даже получше? Нет, давайте пока таким будем столы. Приобретать один стол. Едет к нам. Скорая служба доставки. Организует его прибытие. Так, здесь у нас люди есть. Вроде нормально. Ничего не доставили. Так, постоянно меня выталкивают. Я боюсь когда-нибудь застрять на втором этаже навсегда. Так, здравствуйте. Заходите. У нас здесь все прилично. Ну, не переживай, не переживай. В следующий раз ты выиграешь обязательно. Да, вот поток уже как будто увеличился прямо сейчас. Это, скорее всего, из-за того, что они просто... Некоторые выходить стали резво, другие заходить. И поэтому показалось на секунду, что у нас огромное количество посетителей. Так, уже 2500 мы заработали. Так, стол мы попробуем установить сюда. Хотя, с другой стороны, да, нам придется в другое место располагать бейсбольную биту и другие инструменты. Где-то вот сюда вот постоянно их бросать. Но при этом они могут застрять, как мы знаем. Надеюсь, швабра никому не помешает. И здесь тоже было бы неплохо кондиционер расположить. Так, окей, заказываем второй такой же стол. Нет, слушайте, возможно, это плохая идея. Я сейчас, скорее всего, передумаю. Да, это плохая идея. Мне кажется, они будут задевать стул. Скорее всего, сюда лучше игровые автоматы установить. Поставим сюда один игровой автомат. Вот сюда игровой автомат. А здесь приобретем... Сюда ноутбук приобретем и кресло. Вроде как не должны задевать. Только мне будут иногда мешать. Но ничего страшного. Зато будет больше денег, я надеюсь. Пока народу мало. Хотелось бы людей побольше, чтобы все прямо занято было. Давайте посмотрим на оценки. Чем недоволен? Наверное, уже качеством оборудования. Так, Адзима. Я люблю эти ретро-игровые автоматы. Четыре почти с половиной оценки. Максимальная оценка здесь в пять звезд, если что. Насколько я понимаю. В итоге наша оценка 3 и 17. Я хорошо провел время. Игровые автоматы всем просто нравятся. Они безбречные. Так что, я думаю, стоит сейчас набрать бабла. И дорогой какой-нибудь игровой автомат. Купите, чтобы еще больше повысить оценку. Даже ветеранам. Даже ветераны выбирают наши игровые автоматы. Я должен рекламу, мне кажется, снять. Так, ну, кстати, еду не заказывают. Вот в чем проблема. Я нанял... Так, пошел вон отсюда, мразь. Я нанял повара. Я арендовал кухню. Но еду никто не заказывает. Абсолютно никто. Я здесь пробегаю на всякий случай. Защищаю помещение от воров, естественно, и бомжей. Но при этом поглядываю, есть ли заказы. И заказов до сих пор нет. 4400 у нас уже бабла. Ну, давайте потратим... Мы отратим бабки на игровой автомат. Самый дорогой, возможно. Я не помню, сколько там самый дорогой стоит. Так, наушники. Где-то он в самом верху был. Аркадная машина. Самый дорогой у нас стоит 4800, да? Да. Немножко не хватает. Придется подождать. Блин, посмотрите, какой он роскошный. Сейчас тогда подождем. Подкопим бабла. И, скорее всего, купим именно его. Самый шикарный. Я даже не знаю, куда его установить. Я, скорее всего, вот этот центральный перемещу вот сюда. А самый шикарный по центру расположу. На самом видном месте. Так, поток людей все еще имеется. Сколько у нас на время? 17-20. На самом деле, я боюсь, нам не хватит потом на оплату по счетам. Так, все. 4800. Наверное, должно хватить. Если еще какое-то время заработать, хотя бы 500 баксов нам этого, наверное, хватит на оплату счетов. Так, все. Даму мы это закрываем. Приобретаем. Приобретаем игровой автомат. Самый дорогой. Ну и затем, на следующий день. Так, где бейсбольная бита? Кусок говна, слушайте. Блин, и я, на самом деле, делаю только проще для воров. Они будут заходить сразу, хватать ноутбук, например, и уходить. Вообще, по-хорошему, в этом помещении ничего не надо ставить, но, наверное, я все же рискну. Даже любопытно, как это будет происходить. Так, дома, кажется, застряло. Да, немного, немного ранило ноутбук в очередной раз. Здесь ничего не поделось. Иногда это случается, иногда это не случается. Так, снова ветеран. Толпа с женщинами. Женщины уважают военных. В особенности ветеранов. Так, у нас тем временем 6 на 22. Да, уже, смотрите, полторы тысячи у нас есть. Так, совсем забыл про игровой автомат. Он уже прибыл. Может быть, кто-то успеет сегодня на нем поиграть даже. Так, закинем его пока здесь. Блин, дамочка заняла этот игровой автомат. Ладно, пока расположим его вот сюда. Надеюсь, его не сопрут. Вот посмотрите, какой он мощный. На Бэтмена немного похож вот этими ушами. Да, ну смотрите, очевидно, стул буду задевать, если бы я сюда компьютер расположил. Так, вы не занимайте игровой автомат. Ладно, давайте на следующий. Когда закроемся, перед установкой сделаем. Закажем также ноутбук. Наверное, если нам денег, конечно, хватит. Два доллара я, кстати, получил. Кто-то просто посмотрел, по всей видимости, на ноутбук или игровой автомат. Да, что ж ты будешь делать, блин? Да, приходится, блин, слушайте, может организовать исключительно зал с игровыми автоматами. Огромный зал. Мне кажется, они мне больше денег приносят. Хотя, если бы я мог как-то следить за статистикой, я же особо-то и не в курсе, кто за что платит. Но, наверное, все-таки удержание максимальное клиентов именно за компьютерами. Ну, в нашем случае за ноутбуками. Так, ну как? Гоночкой играйте. Как вам этот прекрасный аппарат? Смотрите, у него есть подсветочка. Можно играть вдвоем, как вы видите. Жалко, здесь такая возможность не реализована, скорее всего. Так, ну и в итоге у нас 2700 практически. Сколько там время? Уже к 8. Время идет. Устроим тогда перестановочку после того, после окончания рабочего дня. И, может быть... Ну, наверное, ноутбук мы не закажем. Не хватит денег. Хочется уже хорошие ноутбуки заказывать в таком случае. Ну-ка, давайте пока посмотрим, сколько самый дорогой ноутбук стоит. Прикинем. Вообще, стоит ли затеваться или, может быть, все-таки на компьютер уже переходить? Так, консоль, портативный компьютер. Самый дорогой у нас стоит... 3300, кстати. Я думал... Я думал подороже. Видите, 5 звездочек. Наверное, мы его и купим. Но на следующий день все же. Так, воров никаких нет. Давайте проверим. Господин, не засиживайтесь долго. А, он шоколадку хочет. Так, сейчас, секундочку. Быстренько организуем шоколадку. Если успею. Не, наверное, я все-таки пропускаю заказы. Их, скорее всего, достаточно много. Да, смотрите, я 4 заказа пропустил. Все, и упустил этот, похоже, заказ. Они уже все перечеркнуты. Он, скорее всего, ушел. Да, вот он ушел. Так что было бы неплохо какого-нибудь официанта еще бы нанять. У нас 4300 уже. Мы закрываемся. Давайте мы быстрее, ребята. Так что надо... Ну, это невозможно, на самом деле, в одиночку уследить за всем. То есть мне надо вот здесь сидеть, следить за сообщениями. При этом оглядываться, осматривать помещение на наличие воров, бомжей и так далее. Чтобы ни у кого не испортилось настроение из-за бомжей. И чтобы наше дорогостоящее оборудование никто не спел. Так, ну это последние клиенты. Они, кстати, долго достаточно сидят. Я несчастлива. Хотя нет. Я немного грустный. Автосимулятор, похоже, не самый лучший. Ну, женщины, как мы знаем, не всегда хорошо водят. Видимо, у нее что-то не получается. Здесь до сих пор... Кстати, это же игра, это же симулятор. Так, снова бомж к нам открадывается. Давайте уже завязывать. Сколько времени-то уже? Уже, на самом деле, новых клиентов не будет. Я, наверное, закрывать не буду пока, конечно, наше заведение. А то вдруг они останутся еще недовольны. Нам придется здесь какое-то время посидеть. Ладно, раз уж новых клиентов не будет, я думаю, мы можем перестановочкой заниматься. Этот игровой автомат. Сюда, если его и сопрут, не такая будет тяжелая потеря. Вот эта штука стоит дорого. Можно даже несколько сюда уместить. Но подумаем. Так, разместили сюда. И давайте все-таки приобретем новые обои. Давно хотел это сделать. Так, дизайн, потолок, стена. Кирпич, кирпич, что-нибудь темное. О, под металл, смотрите, синий металл. Даже не знаю, как будет выглядеть. Что здесь еще есть? Наверное, будет выглядеть интересно. Давайте посмотрим. Ну, по-моему, неплохо. Хотя... Почему у меня потолок сбросился? Я только сейчас это заметил. Так, кто-то не заплатил, похоже. Да, ладно. Блин, она так долго сидела. Может догнать все-таки. Это мразь. Так, вы ничего не видели. Все, все нормально. Господин политический, здравствуйте. Она не заплатила. Это незаконно. Еще один. Ладно, этого отпустим. Так, счета. Счета не пришли. По-прежнему. Значит, на следующий день придут. Тогда надо, наверное, закругляться. Блин, на самом деле, стены дерьмовые получились. И потолок почему-то не сохранился. Давайте сейчас возьмем потолок какой-нибудь. Может быть, даже другой. И все-таки кирпичная стена, даже стоковая стандартная, смотрелась поинтереснее, мне кажется. Потолок обратно, наверное. Да, давайте обратно. За 500. Наверное, не сохранились изменения. За 500 возьмем потолок. Ну, стены пока такими оставим. Хотя вот сейчас симпатичнее стало выглядеть, когда мы потолок купили нормальный. Ну, посмотрим, в общем, посмотрим. Давайте сейчас тогда, наверное, отправляться спать. Так, спасибо, шеф-повар, за вашу работу. Но сегодня, сегодня мы не накормили никого абсолютно. Все, магазин, точнее, не магазин, а наше заведение я закрыл. Надо направляться спать. Мы сейчас прикупим что-нибудь покушать. Супчик. На этот раз можем себе позволить немного супчика даже. И пончик один. Замечательно. Так, ну и возвращаемся в отель. Будем отдыхать, а потом расширять позиции в нашем клубе. Купим, наконец, ноутбук. Ну, в общем, будем действовать по плану. По моему гениальному плану. И в скором времени разбогатеем, я думаю. В продаже, кстати, ноутбук красненький. Может быть, взять за 1400? Блин, а я даже не знаю. Ладно, давайте возьмем. Возьмем. Хотел самый дорогой ноутбук здесь поставить. Но, в конце концов, здесь для вора замечательная позиция. Так, сейчас мы немного приберемся и только потом будем открываться. О, мусора здесь достаточно. Видимо, возможно, чем больше клиентов, тем больше мусора на следующий день появляется. В прошлый раз, по-моему, гораздо меньше было. Хотя, не знаю, вот в этом помещении, смотрите, всего одна кучка. Так, сейчас мы быстренько здесь помоем полы. Хорошо, что стены еще не нужно как-то вымывать тряпкой. Все вроде как, да? На кресле ничего. Швабру мы сюда закинем. Надеюсь, я на нее не наступлю. Так, приобретаем. Открываем тогда. Открываем наше заведение. Приобретаем сейчас кресло. Платим. Ну, не так уж много, нормально. Выжить можно. Платим по счетам. Кресло как раз стоит, по-моему, меньше тысячи. По крайней мере, то кресло, которое я приобретал. Так, кресло. А, нет, 1099, блин, немножко не хватает. Ладно, давайте все-таки подождем в таком случае. Все, клиенты уже поперли. Это главное. Тем более, у нас теперь дополнительный игровой автомат есть, который всем понравится. В прошлый раз мы его под конец установили. А сейчас он с первого часа после открытия. Так что должно быть все замечательно. И потом, может быть, сегодня даже мы уже купим... Ну, скорее всего, завтра мы купим дополнительное помещение. И его отдадим, опять же. Я вот не решил пока... Блин, опять ноутбук. Расположение неудачное. Вот если бы я здесь везде игровые автоматы понаставил, было бы, конечно, гораздо лучше. Но, возможно, я гораздо меньше бы получал. Кто знает. Вот, может, 58 долларов я получил как раз-то за человека, который играл на игровом автомате. Так, ладно, чем заняться? А, стул можно купить. Да, давайте уже пора приобретать стул. Вот этот стул мы возьмем. Будет у нас дополнительное место. Ну и все. По всей видимости, это последнее место, которое оборудовано худо-бедно. С дешевыми стульями, ноутбуками, столами. Все остальное мы будем по высшему разряду устанавливать. Это 100%. Закупать самые дорогие игровые автоматы. Может быть... Ну, консоли мы перейдем в последнюю очередь, скорее всего. В каком-нибудь уже третьем помещении, там, на втором этаже, например, или что-то вроде того. Отдельно сделаем консольную комнату. Ну и вот когда у нас будет два этажа, придется снимать уже охранника, потому что я явно справляться не смогу. Так, до свидания. Всего доброго. Надеюсь, вам понравились. Понравились наши ноутбуки, наше оборудование. Так, я вижу, бомж направляется. Возьму сразу заранее бейсбольный бит, пожалуй. Его толкают опять. Но, кажется, он пока не собирается сюда заходить. Так, давайте стул пока установим. Ну все, у нас не так много клиентов. Пока больше ничего нового и не нужно. Так, бейсбольный бит вот сюда, чтобы оно не мешалось. Готов еще один компьютер. Никто кушать не хочет, вроде как нет. Сегодня, слушайте, меньше народу, мне кажется. Или в данный промежуток времени, по крайней мере, 11 часов, правда. 1800 у нас уже есть в кармане. Ну все, будем копить, наверное, деньги, пока не будем открывать новое помещение. Кстати, почта. Сегодня наш отдел проведет плановую проверку вашего рабочего места. Полицейское управление. Так, слушайте, а я где-то... Твою мать. Я где-то видел, можно дать взятку полицейским. Блин, и как раз женщина захотела хот-дог. Не вовремя. Вот за этим, за этим и нужны антивирусы. Бежит вор. Скорее всего, я не успею хот-дог сделать. Главное, заехать именно по вору, а то, когда такая толпа. Трудно попасть именно в одного человека. Ну что, там компьютер перезагрузился, да. Сейчас быстренько попробуем успеть сделать хот-дог. Может быть, оно того и не стоит, на самом деле. Так, кухня. Кухня. Нам колбаска. Хот-дог нужен. Порядок. Где он? Хот-дог. Порядок. Выходим. Нет, она ушла. Твою мать. Ну ладно, у нас будет готовый хот-дог зато. Может быть, сразу наготовить кучу еды, кстати. Что, еще есть кто-нибудь хочет? Вон там сообщение, по-моему. Или это как раз про хот-дог? Время хот-дог. Кто-то еще хочет, по-моему, до сих пор. Так, быстренько в основном зале. Хот-дог хватаем. Спею. Кто хотел хот-дог? Сэр, вы? Нет, похоже, уже никто. Да, блин, я не знаю. Давайте закинем его сюда, обратно. Он будет, конечно, остывший. Хотя, вот смотрите, хот-дог он до сих пор не зачеркнул. Компьютер один. Странно. Компьютер один у нас здесь. А, он сломался. Вот из-за этого пять в очередной раз. Так, ладно, устанавливаем назад. Тем временем у нас уже четыре тысячи. Так, что вы хотите? Газировочку. Сейчас быстренько обслужим клиента. Так, это все говно закрываем. Кухня. Где здесь газировка? Вода. Коксовый. Здорово. Так, немножко коксового. Коксовый подать, пожалуйста. Успею. Блин, ну я не успеваю. Мне нужен действительно какой-то официант. Но, скорее всего, его нанять нельзя. Так, ваш коксовый. Так, среди вас бомжей нет, ребят? Ну, он там крутится. Воришка очередной. Да что ж ты будешь делать? Я не знаю, как это исправить. Стол? Давайте попробуем стул, точнее. Переставить. Вот задвинем его вот так вот, что ли. Ну или просто неудачное расположение. Другой стол, может быть, вообще нужно купить. Так, ну кушать у нас никто не хочет. Да, клиентов у нас не так много. Давайте посмотрим на наши оценки. Последние, может быть, чем-то недовольны клиентам. Клиенты. Ретро-игры обязательно стоит. Попробуй игровые автоматы. Хорошо провел время. Ну, вроде как. Я видел, кто-то смотрел плюс 18 видео. Но это я, к сожалению, контролировать уже не могу. Еще смотреть, кто во что играет и где сидит. Так, здесь у нас все в порядке. Мы вроде ничего не своровали, но зато. Так, ну что ж, у нас 5456 долларов. И я даже не знаю, куда эту сумму вложить сейчас. Уж точно не на новое помещение, потому что поток людей, опять же, не такой большой. Пожалуй, мы будем либо грейдить, либо грейдить ноутбуки, может быть, постепенно избавляться от этих ноутбуков и покупать новые, самые дорогие модели. Либо уже устанавливать топовые компьютеры. Пока я даже не знаю. То есть постепенно будем это делать. Продаем один ноутбук, устанавливаем компьютер. Может быть, ночью это проверим. Уже 6400, между прочим. Да, кстати, я забыл про полицейскую проверку. Кажется, она прямо сейчас. Ну да, полицейский просто здесь стоит, осматривается. Блин, я хотел взятку дать, но, по-моему, все прошло удачно или нет. Он просто посмотрел. У меня не пришли никакие штрафы там. Сейчас давайте глянем. Тут 4 цента, 40 центов заплатил. Не знаю, вроде штрафов никаких я не вижу. Вот здесь вот где-то, вот здесь можно было откупиться то ли от проверки за 200 баксов. Смотрите, но здесь трудно понять по этому замечательному переводу. Ладно, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.